приветствую друзья мы снова вместе и я недавно написал пост о том что мне не нужны сверхспособности самом начале пути своей деятельности я грезил по тому как бы открыть у себя какие-то сверхспособности открыть некий третий глаз некий канал интуиции то есть что-то такое чем бы я мог обладать чтобы чем не обладают далеко не все люди и я грезил этим несколько лет особенно когда почитал книги карлоса кастанеды о том что там были разные воины которые обладали какими-то способностями потом я про это встретил в писаниях йоги что есть ситхи это мистические способности которыми обладает шива брахма вишну и тому подобное это длилось недолго недолго относительно длительности вообще моего всего пути по эзотерическому направлению в своей жизни я повстречал проводника человека который находится в состоянии самадхи естественно для меня был небольшой шок его заявление о том что ты знаешь что мистические способности сверхспособности происходит от эго это эго твое желает обладать всем этим чтобы самоутвердиться я не сразу понял о чем он говорит но потом до меня дошло и он мне еще много потом рассказывал что на пути к духовной реализации к настоящей вот эти все ситхи сверхспособности они не нужны абсолютно потому что пока у вас есть желание обладать чем-то особенно чем-то что превосход дает вам превосходство над остальными людьми это задача и желание эго а как раз таки она является самой большой помехой на пути к духовной реализации это здесь мы напарываемся на некий такой парадокс мы как бы хотим развивать в себе какие-то сверхспособности особенно некоторые комментарии уже написали а что если я хочу развить эти сверхспособности для того чтобы помогать людям например или следующий комментарий а вот ваше желание передать эти сверхспособности это разве не является вашей эго программой но моей то есть или я хочу помочь всему миру поэтому мне нужны сверхспособности я бы читал мысли я бы там видел проблемы людей и по им бы помогал во первых господа все это тоже идет от эго и здесь есть важный момент на который нужно обратить внимание я в этом видео дам вам несколько техник которые есть моем арсенале как раз таки они развивают сверхспособности это практики которые могут открыть вам канал ясновидение то есть вы сможете видеть например какие-то вещи которые раньше не замечали или видят далеко не все люди или можете сделать практику определенную и осознать свою миссию на этой планете зачем вы здесь и что вам нужно делать ну или практику которая поможет вам выйти из тела то есть это в ней вне телесное путешествие вот эти три техники я дам вам в этом видео и вот в чем разница до эго моё это хочет или нет у эго есть одна отличительная черта запомните это эго хочет чем-то обладать понимаете да то есть прерогатива отдавать отдавать в мир просто так бескорыстно отдавать какие-то знания как делиться информацией просто так это уже не прерогатива эго эго всегда стремится чем-то таким обладать что будет только у него и это дает еще некое превосходство именно поэтому многие люди вступая на путь духовной реализации на эзотерический путь они жаждут чем-то обладать что-то такое познать что-то открыть какой-то канал какой-то кундалини у себя чтобы что чтобы либо заработать денег либо стать популярным да как-то возвыситься над остальными это самая большая помеха на пути к реальной духовной реализации а что такое духовная реализация это по сути отказ от желаний это не говорит о том что если я познал духовную реализацию до пережил этот опыт у меня нет желания нет они просто исходят не из его а от общего абсолютного сознания то есть у меня есть практики я с вами готов ими делиться бескорыстно просто так берите делайте развивайтесь потому что многим из вас нужно еще на этом пути познать опыт эго то есть это не обязательно что все должны прям избавиться от эго отказаться от своих желаний вся планета отказ откажется от желаний и все и все достигнут некой духовной реализации далеко нет это для единиц то есть реальное пробуждение далеко не всем людям нужно вот просто осознайте это многие люди должны пройти опыт страданий в этой жизни познать некие потрясения потом найти решение из них и получить осознание решения за счет каких-то бед проблем и потрясений именно поэтому далеко не всем людям нужно помогать в этой жизни я например помогают только по запросу и очень тщательно провожу собеседование с человеком на самом деле нужны ли мой это помощь или нет или ему нужно пройти какой-то жесткий урок для того чтобы получить некое сознание поэтому здесь очень тонкий момент помогать нужно правильно и помогать нужно по искреннему запросу человека который обратился ну и конечно же я на своем канале выкладываю множество техник дыхания недостаточно сильно если вы уже заметили и эти практики помогли помогают этим людям и будут помогать дальше поэтому друзья очень важный момент вот подведем итог его всегда пытается чем-то обладать и способность и желание отдавать она не из его то есть если там нету какого-то двойного подтекста это важный момент вот это запомните если у вас есть желание познать некие сверхспособности вы не обязательно должны отказываться от этого вы можете попробовать прожить этот опыт почувствовать нужно вам это или нет господа еще такой момент что вот вы делаете практики вот многие люди делают практики разные то есть это что-то делается для чего-то либо это дыхание делается там какое-то время либо вы это длинная длительная медитация там с концентрации внимания на точку либо это упражнение цигун вот эти вот все вот эти вот пассы цигунские и есть такой момент вот пока вы не достигли состояния самадхи пока человек идущий на этом пути не достиг состояния самадхи это нирвана или там много других еще названий вот это вот окончательно духовное пробуждение вы будете всегда делать практики и любая техника она подразумевает откат как только вы прекращаете заниматься чем-то у вас сразу же все состояния возвращаются обратно то есть путь практик он в принципе нормальный он целесообразный но это на какой-то период потому что когда вы реально достигаете пробуждение то у вас нету нужды делать практики и при этом всем вы достигаете вот такого некого плато по состоянию в котором который вас уже не происходит откат то есть вы всегда пребываете в том нужном состоянии сознания пробуждение до или пробужденности в котором у вас никогда не откатит никуда ни назад ни вперед ни вправо ни влево вот и нету необходимости постоянно делать эти практики тоже важный момент ну что сейчас будет видео запись из моего предыдущего курса он был давно я его проводил для какой-то группы там была спецгруппа был марафон был какой-то у меня тренинг я уже не помню это было года четыре назад и именно в этом курсе это был как такой некий бонус пакет то есть бонус пакет в котором три техники на раскрытие сверхспособности ну скажем так на расширенные способности человека не на то что может наше восприятие сознания для выполнения этих практик нужен метроном то есть это нужно такая штука которая издает звук как тиканье один щелчок в секунду метроном вы можете погуглить найти в интернете то есть поставить приложение и запустить и там схемы которые нужно будет выполнять по этому метроному я вам рекомендую самим разобраться там стрелка вверх это вдох стрелка вниз это выдох и стрелка по горизонту это задержка дыхания вы уж сами там разберитесь как что делать и можете попробовать но единственный момент это эти практики нужно выполнять в течение трех месяцев минимум потому что у нас есть физическое тело есть энергетическое тело и вот энергетическое тело запоминает и дает уже ощутимый эффект результат обучается скажем так она по времени за три месяца ну что если например на физике привычку можно выработать за 21 день и привык непрерывных действий практик то энергетическое тело именно с ним будет идти работа в этих практиках она дает эффект и результат ощутимый через три месяца нельзя не пропускать ни одного дня нужно делать каждый день можете выбрать лучше утреннее время потому что например все мои медитации нужное состояние я вхожу с утра мне так удобнее и фон чистые люди еще все спят не проснулись то есть фон вокруг чистый тем более если вы живете в городе но в основном я живу далеко от города поэтому у меня здесь фон еще чище но лучше всего делать их с утра от 30 минут до часу вот сейчас будет запись там будут схемой и вы можете выбрать какую-то одну из и начать ее делать не надо делать все три практики сделайте одну и всегда нужно проверять проверять любые методы то есть можно верить на слово но пока вы сами это на своем опыте не познали пока вы не реализовали какие-то знания в жизни то они бесполезны знания они даже мешают поэтому если вы хотите реально сделать то это надо делать но не держите в уме если не пошло тогда вообще не делать эти практики и обязательно напишите в комментариях у кого получилось и что получилось потому что эти техники помогли мне эти практики помогли моим ученикам которые тогда проходили этот курс но знаете что одна и та же техника может помочь там трем человеком а двум нет поэтому нету единой практики для всех которые прям сто процентов вас приведет к успеху или к нужному результату их нужно тестировать их нужно выполнять и наблюдать но делать некий такой анализ и применять жизни обязательно поэтому господа мне эти практики сейчас не нужны нет потребности в них абсолютно никакой и у меня сейчас задача только отдавать передавать в свободном таком режиме людям то что у меня есть у меня много что есть и поэтому я готов заряжен уже на ближайшее время еще вам несколько занятий практик которые можно применить в основном это дыхательные техники уже передам вам уже можете их делать и получать результаты обязательно подпишитесь на канал поставьте лайк и для продвижения видео колокольчик вот вот эти все дела что там для ютуба нужно у меня все господа сейчас будет видео поехали техники достаточно серьезная и они построены на основе контроля дыхания и если вы будете делать все правильно по инструкции то у вас может развиться одна из этих трех способностей у нас много разных дополнительных способностей вообще у человека есть природных только они далеко не у всех развиты я это все на себе проверил и у меня есть личные результаты да у меня есть определенные способности я могу видеть людей могу сканировать могу понимать что будет дальше при общении с этим человеком но на уровне в состоянии уже понятно что и кто из себя представляет вот если при личном общении ну даже и на расстоянии это можно прочувствовать вот есть также осознание миссии например я прекрасно знаю свою миссию на этой планете вот и у каждого человека есть своя миссия на этой земле и не все просто ее осознают и когда вы осознаете свою миссию соответственно вы идете по этому пути жизни у вас все получается прекрасно просто и мало того что вы можете там очень много работать если вы идете в рамках своей миссии то все всегда удовлетворены всегда счастливы у вас всегда есть деньги и к вам все приходит просто гораздо быстрее вот если вы идете согласно своей миссии или как называется согласно своей дхарме вот есть еще одна способность у нас это выход из тела и соответственно выход из тела это когда ваше сознание настолько мощно вы осознаете свое тело тонкое тело что вы можете разделиться тонким телом с физическим то есть это происходит в медитации лежа когда вы чувствуете грань между сном и реальностью и ваше тело физическое засыпает и сознание остается в бодрствовании вот и потом через некоторое время вы начинаете плавно разделяться со своим физическим телом сразу скажу это не всех интересует далеко если есть какие-то бытовые проблемы и не хватает на покушать то вот эти вот темы и сновидение сознание миссии это очень тяжело будет постигаться у вас должен быть уровень более-менее нормальный материальный уровень нормальный потому что все начинается с нижних чакр да и потом уже можно лезть наверх поэтому так как вы уже дошли до этого модуля до этого задания я вам даю дополнительные практики их выполнять нужно строго по инструкции то есть если какое-то нарушение происходит то эффекта не будет первая практика это ясновидение 5-7 5-7 5 и задержка на вдохе до упора максимально и потом повтор делать ее нужно от 15 минут до 30 делать ее лучше с утра потому что организм отдохнувший и сенсорика ну скажем так психика более мягкая ниже чем к вечеру вот и нужно будет вот эту практику каждое утро делать в течение 3 месяцев и во время задержки на вдохе верхней задержки да нужно удерживать концентрацию внимания на межбровье в ладжной чакре это важно то есть при концентрации на эту чакру у вас происходит активация шишковидной железы и ваш мозг начинает получать дополнительные возможности ну скажем так пробуждать пробуждаются дополнительные органы восприятия этого мира и соответственно вы путем тренировки включаете дополнительные функции вашего головного мозга и вследствие этого вы развиваете такую функцию как ясновидение называется ну вот это первое то есть 3 месяца каждое утро делаем эту схему от 15 минут до 30 минут 3 месяца каждое утро пропустили один день не получится для того чтобы запустить дополнительные функции нашего головного мозга нужно очень большое упорство вот ну и где-то на первом месте если вы уже начнете замечать что вы видите картины и когда общаетесь с человеком видите какие-то моменты которые не видели раньше то есть ваш мозг начнет улавливать дополнительные образы дополнительные элементы этого мира которые простому человеку недоступны дальше осознание миссии это это здесь у нас идет на раскачку по дыханию 3-5 то есть 3 вдох 5 выдох 5 выдох 7 выдох 7 вдох и задержка до упора осознание миссии внимание концентрируется строго на макушке это выше чем третий глаз выше чем межброви внимание в области макушки и здесь то же самое что и с ясновидением но опять же это делается с утра в течение трех месяцев здесь не получится делать две практики сразу либо вы делаете на ясновидение либо вы делаете на осознание миссии либо вы делаете на выход из тела иначе эти практики будут просто себя на себя перетягивать внимание то есть за 1 ну за три месяца вы три техники не освоите вот у кого-то может даже занять это полгода три месяца это очень и очень и очень я бы сказал даже быстрый результат минимальное время это три месяца максимальное там до двух лет может занимать смотря как вы будете это делать вот и насколько ваша психика и ваша физиология поддерживают эти функции бывает у людей очень сильно закрыт духовные планы очень серьезно заблокирована интуитивная часть поэтому все зависит от вас вы начнете по ходу дела замечать на уровне ощущений и состоянии образов вот эти вот возможности это сразу скажи заметно сразу первый месяц это заметно дальше выход из тела здесь две схемы сведены воедино потому что такая схема запускает немножко другие процессы это делать тоже лучше с утра но здесь лучше от 30 минут до часа получается 3 вдох 5 выдох 3 вдох 5 выдох задержка нижняя до упора дошли до упора до предела потом 3 5 3 5 3 и вдох ну 3 вдох последняя и задержка на вдохе здесь внимание нужно держать полностью на всем теле ну представьте что вы осознаете каждую клетку вашего физического тела таким образом во время задержки на вдохе последней задержки на выдохе последней задержки на вдохе вы активируете свое энергетическое тело и начинаете его уплотнять все это происходит не путем каких-то представлений и так далее на уровне ощущений теле вы просто пытаетесь осознать каждую клетку это вдыхание получается очень легко а вот вот здесь тоже нужно делать от 30 минут до часу а тоже здесь от 30 до часу да и это тоже минимум 3 месяца вот каждая функция требует тренировки очень упорной тренировки если бы было все просто друзья то все бы уже летали все бы были уже ясновидящие и так далее но путь на то чтобы запустить дополнительные ресурсы очень-очень долгий если вы поднимете историю никому даром просто так ничего не доставалось если вам обещают открыть третий глаз за 3 дня это просто полный бред либо он откроется потом закроется либо потом он откроется потом будете просить чтобы вы закрыли обратно здесь у нас происходит работа путем упорного труда то есть вы можете поработать с этими схемами некоторое время и прочувствовать их эффект они уже дают эффект первые 10 дней все друзья я думаю все понятно доступно объяснил все схемы контроля дыхания выполняем выбираете для себя нужные схемы из предыдущих уроков нужную связку схем индивидуальная связка и продолжайте уже делать эти практики самостоятельно потому что все есть тренировка без тренировки не будет никаких результатов и за раз это не делаете средняя продолжительность тренировки контроля дыхания это около 3 месяцев до достижения устойчивого эффекта у меня все до связи и 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 мы Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok